МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 9 мая казахстанцы отметили День Победы в Великой Отечественной войне. В этом году исполнилось ровно 70 лет с момента окончания одной из самых кровопролитных войн 20-го столетия. На Театральной площади по-особому торжественно. Одними из первых на праздник приходят главные герои дня – ветераны. В парадных кителях и костюмах, на груди ордена и медали. Этого дня они ждали с особым чувством. Феликс Туровский приглашение на полевую кухню принимает с удовольствием. Есть что вспомнить ветерану. На войну ушел в 17 лет добровольцем. В составе 3-й стрелковой дивизии готовили бойцов для фронта. За каждого солдата болел душой. Плены – это фашистские захватчики, десанты противника, в которых была задача перерезать смелинскую дорогу, поставку основную, потребные работы. Ну вот и участвовали наши ребята. А Павел Хмельницкий на линию огня попал в 43-м. Ковал победу на 1-м и 2-м при Балтийских фронтах. В составе 51-й армии 347-й дивизии освобождал Беларусь. Там же в бою получил ранения. И нужно было в атаку, подготавливаться, идти в атаку. И вот в это время я высвечился с окон. И вот в это время я получил ранение, легкое ранение. И которое сейчас я ношу как память. Вот здесь осколок у меня. Два осколок. Давно затянулись боевые раны у султана Мухамеджанова. Не подвластно времени только о память. События с 70-летней давности фронтовик помнит, как будто это было вчера. Он прошел всю войну, служил в пехоте, защищал Сталинград. Благодарит судьбу за то, что сегодня живет в мирной стране, у которой есть будущее. Это значит, что тогда в 40-х они не зря проливали кровь. Четыре раза ранен, четыре раза зашел в войну. И три года, четыре месяца сидел в окопах. И вот защищал Родину. И тогда у меня всего было 19 лет. На часах 10 митинг, посвященный Дню Победы, открывает гимн Республики Казахстан. С днем Великой Победы североказахстанцев поздравил глава региона Ерик Султанов. Североказахстанцы воевали на всех фронтах. Принимали участие в битве под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. Десятки тысяч наших земляков награждены боевыми орденами и медалями. 55 удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 11 стали полными кавалерами Ордена Славы. Мы чтим память североказахстанцев, не вернувшись в поле сражений, и тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Их имена навсегда останутся в наших сердцах и сердцах грядущих поколений. Вечная слава воинам, погибшим на полях сражений. Низкий поклон ветеранам войны и труженикам тыла. С праздником, дорогие земляки! И вот наступает самый трогательный момент праздника – церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь». Чеканя-шаг курсанты военного института несут первую картину цветов. А таким области Ерика Султанова – героям Великой Отечественной, не вернувшимся с линии фронта, как символ вечной памяти и скорби – белые розы и красные гвоздики. Честь героическим землякам отдают военные. Следом идут ветераны войны и труда, представители общественности. Корзины с цветами, венки, охапки гвоздик и роз. Уже через несколько минут у Вечного огня много цветов. И вот объявляется минута молчания. Поток людей к мемориалу не истекает. Североказахстанцы спешат отдать дань уважения и памяти подвигу солдат Великой Отечественной. А ветераны войны тем временем гордо шагают по живому коридору, организованному молодежью. Героев встречают аплодисментами, дарят им цветы. Продолжает праздничное шествие автоколонна – марш-парад курсантов военного института. Сразу за военными по улице Пушкина идут участники акции «Бессмертный полк». В руках у каждого портреты отцов и дедов, героев Великой Отечественной войны. Мой отец Капасов Галей Аскарович прошел войну в 17 лет. В 44-м году он призвался в Первый Белорусский фронт. И до 50-го года он служил, он освобождал Берлин, Варшаву, Фрагу. А это уже автопробег. Десятки современных авто на время переоборудованы в стилизованную боевую технику. На базу Нивы поставили каркас, задействовали в столярный цех, поставили каркас, покрасили его. Вот получился. Со всех сценических площадок Петропавловска сегодня звучат песни военных лет. Много лет ко всем пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. И, конечно, какой же праздник без солдатской каши. По традиции в День Победы в меню пшенная каша с мясом, сладкий горячий чай и фронтовые 100 грамм. Вместе с ветеранами празднику радуются и те, кто никогда не видел трудности войны. Сегодня они гордятся мужеством и стойкостью солдат-победителей. Как сегодня великий праздник, ровно 70 лет назад наши деды защитили, сохранили нашу родину. Нам, нашим будущим предкам, ценой своей жизни, своего здоровья защитили. Наша обязанность, я считаю, на данный момент, это сохранить нашу родину, оберегать. От всей души хочу поздравить всех. В первую очередь ветеранов. Ветеранов этой долгой, ужасной войны. Дай Бог им здоровья долгих лет. Мы, конечно, будем стараться быть для них поддержкой. В этот же день в Петропавловске в Парке Победы открыли Аллею Славы. Средства на ее создание перечисляли горожане. С радостным событием Петропавловцев поздравил Аким область Ерик Султанов. 9 мая. Священная дата в истории нашей страны. Праздник, символизирующий мужество, сплоченность, истинный патриотизм и стойкость нашего народа. Северокостанцы внесли достойный вклад в великую победу. Каждый третий житель нашей области был призван на защиту Родины. Остальные трудились в тылу, не жалея своих сил. Поэтому мы должны сохранить память о великом подвиге наших земляков для всех грядущих поколений. В начале аллеи установлены два информационных пилона. На них увековечены имена 66 наших земляков-фронтовиков. Из них 55 героев Советского Союза и 11 полных кавалеров Ордена Славы. В Северном Казахстане 70-й юбилей Победы встретили 259 фронтовиков. Завершился этот день большим праздничным салютом. В селе Новонекольском Кызылжарского района 9 мая открыли бюст героя Советского Союза Ивану Куренкову. 5 сентября 1943-го он первым со своим полком форсировал Сейм. Уничтожил 30 фашистов. Был ранен, но смог обеспечить переправу подразделениям своего полка. Потом принимал участие в боях на Десне и Днепре. На его счету более сотни уничтоженных врагов. Новонекольцы собираются на праздничный митинг. Их встречают школьники, у которых в руках портреты солдат-победителей. Дарья Паряева не сдерживает слез, прижимает к грузи фотографию прадеда. День сегодня особенный. Это мой прадедушка Никифор. Я горжусь очень сильно. Он пришел с войны живой. Его очень ждала моя прабабушка. Я их очень сильно люблю и горжусь. Уверенным шагом в Цеддр проходит единственный ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в селе Николай Ильин. Войну встретил в Эстонии, был трижды ранен. Освобождал Украину и Кавказ. Ветерану сегодня 95 лет. Боевал под Ленинградом, лежал в госпитале в Ленинграде. Раненых отправили в Башкирию, в город Уфу. Там пролежал. Подлечили и обратно направили на фронт. Сельчан 70-летием победы поздравил герой труда Казахстана Геннадий Зенченко. В 45-м, когда советские солдаты победили фашистов, ему было 8 лет. Геннадий Иванович помнит этот день, как, впрочем, все нелегкие военные годы. Сегодня конфеты, сладость какая-то. В то время мы не думали об этом. Нам хотелось просто кушать. Что-то, лишь бы кушать. Мы голодные были. И тем не менее, никто не раскисал. Никто не раскисал. Все знали, что на фронте еще тяжелее. И всячески способствовали. Надо сказать, что все-таки победа ковалась в тылу тоже. Все-таки Казахстан наш. Это многонациональное государство. Благодаря мудрой политике нашего президента, нашего правительства, мы не знаем, что такое война. Мы не знаем, что такое проливается кровь. Именно 70-летие показало, что сегодня народ это все осознает и делает все для того, чтобы у нас и с вами был мир. В память о тех, кто не вернулся с поля боя, и тех, кого не стало уже в мирное время, на Ванни Кольц возлагают цветы к мемориальному комплексу. В честь 9 мая праздничный концерт. Это номера профессиональных и самодеятельных артистов. В память о своих героях, а на фронт из Новонекольского сельского округа ушли 363 человека, здесь бережно хранят. Вся история о Великой Отечественной представлена в школьном музее. А в этом доме по улице Революционная долгие годы жил герой Советского Союза Иван Куренков. После войны в Новонекольском он работал завхозом и плотником. Теперь эта улица будет носить имя солдата-поведителя. Акимобласть Ерик Султанов поздравил с 70-летием победы ветерана Великой Отечественной войны Павла Борильченко. В 40-х фронтовек участвовал в освобождении Белоруссии и Украины. Был летчиком. Нагрудил ветерана боевые и юбилейные медали. Шестимесячных этих краткосрочных артиллерийских курсов меня и направили на Курскую дугу. На Курской дуге я и получил первую медаль за отвагу. Потом сражался на Днепре, на Припяти. И дошли мы до стен Берлина. Но в начале 44-го года я уже был командиром батареи. Долгожданную победу Павел Яковлевич встретил в Германии начальником штаба эскадрильи 23-го отдельного авиаполка. После демобилизации стал учителем, женился. С супругой Ниной Андреевной в браке 68 лет. В свои 98 фронтовик полон энергии и сил. А вот на пороге и гости с букетом цветов и корзиной с фруктами и сладостями. Здравляю вас. Спасибо, здравствуйте. С наступающим 70-летним Великой Победы. Рад слышать от вас известные слова. Я радуюсь, думаю, 20 лет, 25 вы уже на самолете защищали нашу Родину. Но главный сюрприз – орден Курмет. Ерик Султанов сегодня вручает ветерану государственную награду. Благодарит фронтовика за победу. Павел Яковлевич, указом президента вы награждены орденом Курмет. Курмет – это почет. Это почет. Почет, да. Поздравляю вас. Спасибо. Ерик Султанов интересовался здоровьем Павла Яковлевича, тем, как он проводит свой досуг. Есть где прогуляться в округе? Как бы не было, а годы свои оберутся. Берутся. И силы тают, силы не увеличиваются. Павел Яковлевич, радушный хозяин, пригласил Акима области на чашку чая. За столом они говорили о войне, о политике и об экономическом развитии региона. Накануне 70-го юбилея Великой Победы в Петропавловске вспоминали земляков ценой своих жизней, отстоявших мир на земле. К обелиску славы в городском парке культуры и отдыха петропавловцы пришли с красными гвоздиками. В первых рядах ветераны войны. Василий Макиенко ушел воевать с 17-летним мальчишкой, попал на 3-й Белорусский фронт. Потерял много боевых товарищей. Память о тех, кто не вернулся с полей боевых сражений, бережно хранит в сердце. К памятнику погибшим каждый год мы приходим, я прихожу. Я помню, сколько товарищей моих погибло, остались там, молодыми мы были. Закончили мы войну, потому что мы очень дружны были. У нас не было национальности, у нас была одна национальность. Пусть молодежь ценит мир, как сейчас, чтобы никогда не было больше войны, и чтобы они не видели то, что мы видели. Цветы и венки к обелиску славы возлагают в торжественной обстановке. Колонну возглавил Аким области Ерик Султанов. В память о героических подвигах земляков к подножию обелиска – это корзина красных гвоздик. Затем дань памяти солдатам Победы отдают общественные деятели. Цветы несут ветераны войны и труда. И вот метроном уже отбивает первые секунды минуты молчания. Много обелиска славы сегодня молодежи. О войне современные школьники, к счастью, знают только по рассказам из книг и фильмов. Искренне благодаря тех, кто, не жалея собственной жизни, сражался за их светлое будущее. Мой прадед тоже служил на войне. Он приехал без руки и без ноги. В живых я его не видел. Но мне об этом рассказывал дедушка, его сын. Какие тяжелые были времена. И сейчас мы никогда не должны забывать эти времена. Стараться тоже что-то делать для своей страны в будущем. Желающих почтить память земляков-героев, чьи имена высечены на латунных плитах у входа в аллею славы, в этот день было много. 7 мая казахстанцы отметили День защитника Отечества. Указ о создании национальной армии президент страны Нурсултан Назарбаев подписал 23 года назад. С тех пор вооруженные силы республики стали гарантом мира и стабильности в государстве. В Петропавловске главные торжества по случаю праздника прошли на центральной площади города. Внимание североказахстанцев приковано к LED-экрану, установленному неподалеку от архитектурной композиции атрибутов независимости. В честь Дня защитника Отечества в столице проходит большой военный парад. Сегодня его транслируют во всех городах Казахстана. В режиме реального времени петропавловцы и гости областного центра принимают поздравления верховного главнокомандующего вооруженными силами страны президента Нурсултана Назарбаева. Дорогие сограждане казахстанцы, уважаемые участники парада, солдаты и офицеры, поздравляю вас с Днем защитника Отечества и приближающимся праздником 70-летия Великой Победы. Как верховный главнокомандующий я обращаюсь к каждому военнослужащему страны. На ваши плечи возложена высокая миссия оберегать суверенитет Казахстана и спокойствие наших граждан. С честью выполняйте этот священный долг. Сегодня наши доблестные войны торжественным маршем пройдут по этой площади. Это день уважения, Великой Победы и Дню защитника Отечества. С праздником вас, дорогие мои казахстанцы! Да здравствует наша славная армия! Да здравствует Казахстан! Сразу после слов президента в Астане начинается праздничный парад. С особым волнением за трансляцией парада наблюдают ветераны. Те, кто защищал родную землю, сегодня говорят о том, что главное достояние страны, которое нужно беречь, это мир. Желаю, чтобы наш Казахстан и дальше процветал. Большая ответственность здесь лежит на нынешних защитниках Отечества. Уверен с такой техникой, как есть сегодня у казахстанской армии, нашим военнослужащим любые задачи по плечу. Всех с праздником! Мира и благополучия! 7 мая для казахстанцев является символом мужества, доблести и отваги. Это дань тем, кто стоял ранее и находится сейчас на защите нашей отчизны. Своеобразный наказ молодежи, который еще предстоит отдать свой долг родине. Поздравление с Днем защитника Отечества североказахстанцы принимают от главы региона Ерика Султанова. Достойным формированием казахстанской армии является подразделение Петропавловского военного гарнизона, которое с честью выполняет все поставленные перед ними задачи. Обращаясь к каждому военнослужащему, хочу особо подчеркнуть, ваш ратный труд – это прочная гарантия суверенитета и безопасности нашей страны. Крепите воинскую дисциплину и боевую выучку. С честью несите высокое звание защитника Родины. Пусть всегда на нашей земле будут мир и согласие. Пусть непоколебимой будет наша независимость. Поздравляю всех североказахстанцев, участников торжественного мероприятия, с Днем защитника Отечества. Особые слова в преддверии 70-го юбилея Великой Победы глава региона говорит в адрес фронтовиков и тружеников тыла. Первыми представители старшего поколения получают и заслуженные награды. Ордена Курмет, медали Еренген-Бегаушин, почетные грамоты от президента Нурсултана Назарбаева. Сегодня на глазах у сотен земляков государственные награды получают те, кто в далеких сороковых ковал победу на фронте и в тылу. День защитника Отечества – это праздник, когда чествуют героев разных поколений. Одни отдавали долг отчизни много лет назад, другие на страже мира стоят сегодня. Начальник отдела обороны Козылжарского района Нурлана Убакиров отмечен почетной грамотой Акима области. Клятву служить родине майор дал более 10 лет назад. Всех казахстанцев с государственным праздником, Днем защитника Отечества. Сегодня Верховный Главнокомандующий, руководство вооруженных силами уделяет большое внимание укреплению обороноспособности государства. Я считаю, что защита Отечества от наших героев, ветеранов Великой Отечественной войны, перешла в надежные руки. Военнослужащие вооруженных сил, в частности Петропавловского гарнизона, готовы приложить все усилия для того, чтобы граждане Республики Казахстан могли себя чувствовать защищенными. Здесь же на Центральной площади ловкость и мастерство военного дела демонстрируют будущие защитники Отечества. В молодежной акции «Готовы Родине служить» участие принимают три военно-патриотических клуба области. Полоса препятствий, сборка и разборка автомата. Член команды Еротан Ербол Хамитов готов преодолеть любые трудности. На победу молодые батыры настроены. Мы давно готовились, занимались. Я думаю, мы должны взять первое место. В дальнейшем я хочу пойти в армию, стать военным. Думаю, это каждый долг нашего гражданина Республики Казахстан, чтобы отслужить, стать опорой для Республики Казахстан. Сильная армия – это сильное государство. Зная возможности вооруженных сил нашей страны, североказахстанцы сегодня уверенно говорят о перспективах дальнейшего развития Республики. Они знают, что на современных защитников Отечества можно положиться. Пусть наши молодые джигиты и девушки любят свою Родину, пусть расцветает наша земля, мир и согласие всему Казахстану. Здоровье, семейное благополучие, чтобы постоянно было чисто, небо над головой. Настроение отличное. Поздравляю всех защитников Отечества с праздником. Желаю вам мира, добра, процветания, всего самого хорошего. Мы надеемся, что и будущее наших детей, наших правнуков будет таким же мирным, таким же светлым, таким же созидательным, как сегодня. Это самое главное, мир на нашей земле. И наши будущие солдаты, я уверена, уберегут и защитят мир, достояние нашей страны. Специально для земляков представители воинских подразделений и структур региона подготовили праздничный концерт. А я же все на веке, в руки, в руки, в руки, в руки. В северном Казахстане открыли мемориальную доску памяти видного государственного деятеля Байкина Ашимова. Во дворе колледжа имени Жалела Кизатова в этот день многолюдно, в руках у присутствующих гвоздики. К заслуге участника Великой Отечественной войны, героя социалистического труда Байкина Ашимова, признанной общественностью. Очень волнительный и важный день сегодня и для родных политика. Это не первая мемориальная доска памяти отца. Недавно подобную установили в Алматы, на доме, где жил общественный деятель, говорит он, да сын Ашимов. Однако этот мемориал особенный. Это родина, где родился наш отец, где начал свою самостоятельную жизнь. Вот эта мемориальная доска, она для нас имеет огромное значение. Люди, которые с ним работали, которые знали его, они будут сюда приходить вспоминать. И сегодня таких североказахстанцев собралось немало. Каждый вспоминает Байкина Ашимовича добрыми словами. Коллеги, как отзывчивого и понимающего товарища, друзья, как мудрого и талантливого управленца. Жак Сылык Искаков познакомился с Байкином Ашимовым, когда только начинал свой трудовой путь. Считает его своим наставником и благодарит за бесценные советы, которые помогли в будущем. Как у нас казахи говорят, когда садишься на лошадь, надо повод держать в крепких руках. Так и вот в любой работе тоже есть повод, а повод никогда никому не доверяй и не упускай. И будь всегда самым крепким и выполняй обязанности и служи своему народу. И вот так это было первое назидание Байкина Ашимовича, данное мне как молодому человеку, вступающий в жизненный путь. Он многие годы работал и принимал решения, думая в первую очередь о народе, о стране. Вклад Байкина Ашимова в развитие Казахстана значительно отметил в своем выступлении глава региона Ерик Султанов. Особенно ярко его талант, крупного хозяйственника и организатора, масштабно мыслящего государственного деятеля и грамотного руководителя союзного масштаба проявилось в годы его деятельности председателем Совета министров Казахской ССР. Мудрый политик, талантливый управленец, даже будучи на заслуженном отдыхе, в своей активной общественной деятельности вносил свой вклад в дальнейшие укрепления Казахстана. Он всегда стремился к новому и поддерживал главу нашего государства во всех его начинаниях. Многим присутствующим есть что вспомнить о политике. Он не только государственный деятель Казахстана, он государственный деятель всего Советского Союза. Почему? Потому что вот именно в его время развивалась Селена. Строились школы, строились больницы, дома культуры, строились села, подводились дороги, асфальтирование шло. И мы все это, сельчане, очень сильно ощущали. Место для установки мемориальной доски выбрано не случайно. В этом колледже Байкина Шимович учился. Инициатива установить здесь мемориальную доску принадлежит главе региона. Потому право провести торжественную церемонию открытия предоставили Ерику Султанову. И сыну общественного деятеля, он да сыну Ашимову. Первая картина цветов к мемориалу от Акима области. После цветы возложили все присутствующие. Дань памяти Байкену Ашимову пришли отдать и представители молодого поколения. Сегодня студенты учебного заведения гордятся своим земляком. Я считаю, что этот человек – это пример для молодого поколения. Мы должны опираться на его жизненный опыт и тоже стараться быть примером ему. Я очень рад, что я учусь в этом колледже на факультете агрономии, где когда-то учился Байкен Ашимов. Мы должны равняться на таких людей, как он, работать на благо страны, чтобы Казахстан и дальше процветал. Субтитры подогнал «Симон»!